Девушки отдыхают Агент германской военной разведки Абвер Кун выброшен с самолета на парашюте в районе города Клин Московской области. После успешного приземления Кун был задержан военным патрулем и доставлен в Клинский городдел НКГБ, где признался, что состоит на службе в германской разведке. При себе агент Гун имел радиостанцию с комплектом сопастных батарей, расчетную и вещевую книжки, удостоверение об отпуске на 10 дней, пропуск на право беспрепятственного хождения по Москве позже 24 часов, предписание для дальнейшего прохождения службы и удостоверение личности на свое настоящее имя. Я думаю, вы знаете, что говорите. Итак. Полковицкий Олег Иванович, 1913 года рождения. Уроженец города Москвы. Окончил техникум, работал на заводе 19. Да, это мы еще проверили. Вот ты этим займешься. Проверяйте. В январе 42-го был арестован в статье 16.59.3 за кражу во время авианавливания. Приговор в 7 лет был заменен на 2 года с последующей высылкой на фронт с минометчиком. Штрафную роту 4-го стрелкового полка. К концу 1943 года в руководственном главном управлении фонд РАСН и СМЕРШ было накоплено достаточного опыта проведения радиоигр с противником. Такой вид спецоперации оказался наиболее эффективным для передачи немцам ложной информации военного характера, что в свою очередь оказывало неоценимую помощь действующей армии. После поимки агента Гунна, руководство 3-го отдела СМЕРШ решило провести радиоигру развод. Главной целью которой было скрыть от германской разведки планы летнего наступления Советской Армии. Дезинформация противника является одним из самых старых способов ведения войны. Таким средством пользовались в разные времена руководители государств и командующие армиями. Умело составленная и запущенная дезинформация помогала одерживать победы и на дипломатических фронтах, и на полях сражений, а также помогала скрывать свои планы ведения войны. Для того, чтобы дезинформация возымела действие, требуется, чтобы противник принял ее за действительность. А это во многом зависит от степени доверия к источнику информации. Продолжение следует... Продолжение следует... 18 апреля 43-го года наша рота штурмовала высоту 166. Это недалеко, в 30 километрах от города Небель. Без об их сложности и почти без потерь распоставленные задачи справились. Утром следующего дня наши наблюдатели заметили, что немцы готовят силы для охраны. Товарищ майор, я тут с салом разжился. Да с садистами. Продолжайте. К тому времени у нас уже почти закончились боеприпасы, и мы вели очень редкую стрельбу. Днем немцы начали атаку, мы вынуждены были отступить. Меня и 17 бойцов захватили в премьер. Потом отправили в тыл. В разведшколу? Да, в Борисовскую разведшколу. На допросе гун описал руководителей своей разведшколы. Начальник немецкий офицер лет 45 в чине полковника. Требовательный, сдержанный, с курсантами общается официально и вежливо. Его заместитель зонберфюрер в звании капитана, русский из эмигрантской семьи. Хорошо владеет русским и немецким языками. Недавно ввел порядок обращения к офицерам разведшколы не господин, а товарищ. Как принято в Красной Армии. Во избежание провала разведчиками Аббора при выполнении заданий. Кроме того, гун подробно рассказал об организации сеансов связи с германской разведкой. О своих позывных и позывных центрах. А также шифровальный лозунг для зашифровки радиограмм. Немцы помогают строить жизнь в России. Практически каждый германский агент, который забрасывался в советских тыл для выполнения той или иной миссии, получал специальные кодовые сигналы, чтобы показать, что он работает самостоятельно. То есть при зашифровке телеграмм, который он управлял по рации, была определенная комбинация знаков. Например, у гунна после четвертой группы знаков, там 4 по 4, он должен был поставить два знака вопроса. Если этот сигнал не проходил, ну и, соответственно, у него был закодированный ответ, который он получал о том, что его радиограмма принята и, так сказать, с ним работают напрямую немцы, он тоже, так сказать, это получал, соответственно, буковка была Р проставлена. Оценив полученные от гунна сведения, СМЕРШевцы решают начать радиоигру. Предлагаю назвать операцию «Развод». Развод? Почему развод? Дело в том, что Аббер требует от своих агентов выйти на связь в течение 7 дней и доложить о начале работы. В данном случае это невозможно. Мы слишком долго изучали личность гунна. Почему же все-таки развод? Придумали такую легенду, что он явился к жене, ну, вполне такая фронтовая, что ли, ситуация, и у немцев такие случаи наверняка были, когда жена его вышла замуж с другого. И вот эту бытовую ситуацию решили использовать в качестве предлога, почему игра, он вступил в связь позже. Поэтому он им через месяц примерно отправил шифровку, в которой сообщил, что так и так улаживал личные дела, жена вышла замуж за другого. И, вероятно, этот повод и послужил названием, кодовым номинованием всей игры. Развод. Господин полковник, радиограмма от ГУНА. Прошу извинить, что не связывался раньше. Дома неприятности, разложусь с женой. Сейчас восстанавливаю связи и сразу приступаю к работе. Обстановка крайне тяжелая, одному работать трудно. Направьте москвича Грома. Он парень надежный, знает город, имеет связь. Тот же день из центра пришла ответная шифровка. Пишите. Ваши трудности учитываем. Тем не менее, с нетерпением ожидаем результатов вашей работы. Вы находитесь в Москве уже больше месяца. Вы должны сконцентрировать все свои силы для победы над жидо-большевиками. Привет, полковник. Скажите. А в чем конкретно состояла ваше задание? Конкретно. Во-первых, сбор данных о дислокации оборонных заводов в Москве и опускаемой гимнадусы. Второе. Сообщать о передвижении грузов по окружной железной дороге. В-третьих, узнать о форме пропусков и передвижении в Москве во время авионалетов и после 24 часов. Стратегическое положение нацистской армии к концу 43-го года и начало 44-го катастрофически осложнилось. Армия фельдмаршала Роммеля потерпела поражение в Африке. Союзники высадились на Сицилии и готовились к открытию Второго фронта в Европе. На Восточном фронте вермахт потерпел катастрофы под Сталинградом и Курском. В ноябре 43-го советскими войсками был освобожден Киев. В связи с этими событиями Абвер нацелил своих агентов, направляемых в СССР. Задание во что бы то ни стало вскрыть направление главного удара Красной армии. Выиграть у такой мощной машины, как Абвер, как СД, это партийная разведка и служба безопасности Германии, выиграть в той тяжелейшей обстановке было достаточно сложно, если не перейти к активным методам работы. И, конечно же, вот это осознание тоже пришло непросто и не сразу. И фактически мы можем говорить, что военная контрразведка переигрывала немецкие спецслужбы начиная с 43-го года. С учетом всех обстоятельств на Лубянке принимают решение – удовлетворить желание Абвера. Был утвержден план радиоигры «Развод». Предлагаем направить противнику информацию о железнодорожных перевозках военных грузов и дислокации частей Красной армии вблизи столицы. Дезинформация будет строиться таким образом, чтобы убедить противника в том, что главный удар Красной армии нанесет на южном или юго-западном направлении фронта. Ну что же, в целом идея хорошая. Идите работайте. О результатах докладывайте мне незамедлительно. Выполняйте. Господин полковник. Гун. Поздравляю с Новым годом. Желаю нам всем скорейшей победы над жидокоммунистами. Одна знакомая из наркоматов Ништорга рассказала, что 21 декабря из Ирана прибыло 4 эшелона с иностранным авиаоборудованием. Несколько раз я был на окружной железной дороге. В обе стороны идут смешанные эшелоны с большим количеством бронетехники и артиллерии. Кроме этого, я насчитал 30 эшелонов с лесом, углем и другими ресурсами. Радиоигра «Развод» проводилась в тесном контакте с разведуправлением Генштаба Красной Армии. Вся дезинформация санкционировалась лично начальником разведуправления генерал-лейтенантом Кузнецовым и начальником главного управления контрразведки СМЕРШ генерал-лейтенантом Абакумовым. Те методы, которые применялись, инициатором их было, в общем-то. И если даже кто-то другой выходил с инициативой, то поддерживал эту инициативу и развивал эту инициативу, конечно же, начальник военной контрразведки Виктор Семенович Абакумов. Без него не состоится просто история военной контрразведки за годы войны. О ней просто нельзя говорить. Стоит отметить, что Абакумов подчинялся непосредственно Сталину. Поэтому все происходящее на фронте и в тылу противника Абакумов докладывал лично главнокомандующему. Товарищ Сталин Комб Абакумов. Приглашайте. Есть. Здравствуйте, Сталин. Попрошу. В архивах Лубянки хранится несколько сотен таких рапортов. Проходи, садитесь. Спасибо. Выясните, что вы тут написали? Докладная записка. Совершенно секретно. Товарищу Сталину. В результате безграмотных действий командующего 33-й армии, генерала Гордова, о котором контрразведка неоднократно вас информировала, в полосе действий 33-й армии сложилась катастрофическая обстановка. Своими непродуманными действиями Гордов потерял огромную массу личного состава и техники. Офицеров штабных подразделений, корпуса, дивизии, штаба армии он заставляет, вопреки всем нормам, выдвигаться в зону непосредственно боевых действий за 500-600 метров от линии немецких окопов. Для проведения радиоигры «Развод» с целью конспирации чекисты сняли квартиру в районе набережной реки Яуза. Место это было выбрано не случайно. Недалеко от конспиративной квартиры располагался завод номер 300, который выпускал авиационные двигатели для Мигов и Яков. В этом районе проживало много рабочих, инженеров и прочих специалистов, с которыми, по легенде, должен был познакомиться агент Абвера Гун для сбора информации. По соображениям Лубянки, Гун должен быть образцовым агентом. Он должен был делать все так, как его учили в разведшколе Абвера. А как вас вообще учили в 20-м? Как? Нас учили, что можно давать сведения путем подкупа. Говорили, будут деньги, вы сможете купить нужного вам человека. Вам поподробнее, как и это. Подробнее? Путем подслушивания в общественных местах, путем наблюдения, легальным или нелегальным способом скрытого наблюдения. Можно давать сведения по обрывкам газет. К примеру, воинская часть издает газету, на ней стоят органы и год издания. Если газета издается 7 лет, то это кадровая часть. Если год или меньше, то это часть переменного состава. Тема первая, основная. Халатность. В Советском Союзе халатность процветает во всем. Любые сведения можно получить путем подслушивания в различных местах. Расширяйте круг своих знакомых. Даже у простого рабочего можно выведать необходимые сведения. Например, если он работает на каком-нибудь военном заводе. Курсантов разведшколы вербовали в основном из советских военнопленных. После их согласия пленных отправляли на откормку и хозяйственные работы. В школе их переодевали в военную форму. Преподавателями, наряду с немецкими офицерами, были и бывшие советские командиры. Большинство из которых добровольно согласилось на службу в немецкой разведке. Были среди преподавателей и бывшие царские офицеры. Я слышу, я голос разрушил. Меня ждут кровь. Приготовьтесь. Готов. Хождение по городу в ночное время. Разрешено до двух ночи. Пуска с 5 января новые. Достать их не могу. При первой возможности постараюсь узнать форму и текст. Еще раз прошу выслать мне напарника. Подпись ГУР. В ответ из центра поступила радиограмма, из которой следовало, что центр согласился выслать напарника, а также дали новое задание – узнать о формировании десантных частей под Москвой. Дело в том, что Абвер уже пытался через другого агента выяснить эту информацию и обладал определенными данными по десантным частям. Таким образом, немцы пытались проверить ГУН, насравнив информацию из двух источников. К сожалению, разведчиков Абвера оба источника передавали ДЭЗу под диктовку СМЕРШЕВЦА. С зимы 1941 года немецко-фашистская разведка начала агентурное наступление в приграничные районы Советского Союза. Перед диверсионно-разведывательными группами стояли следующие задачи. Создавать склады оружия, базы и площадки для парашютного десанта, устанавливать ориентиры для воздушных бомбардировок, военных, промышленных и транспортных объектов, организовывать антисоветские банды, совершать поджоги и взрывы, нарушать связь, отравлять источники воды. Только в 1943 году мы восстановили тот потенциал, который был утрачен в 1937-1936 году. Работники получили достаточный уже опыт непосредственной работы в условиях фронта, в условиях тыла, получили опыт противодействия немецкой разведке. И мы можем твердо говорить, что с 1943 года, так же, как и наша родная Красная Армия, начала такие мощные победы, да, и фактически противодействовать вермахту. То же самое и контрразведка. В начале февраля 1944 года германскому командованию была передана дезинформация, целью которой было задержать на некоторое время наступление немцев в районе Чаркаса на соединение с крупной группировкой взятой Красной Армии в Клещи. Шифровка из Москвы Вчера встретил знакомого майора из штаба Первого Украинского фронта. Этот майор рассказал, что южнее Чаркас окружена крупная группировка германских войск. Также сообщали, готовится крупное наступление Первого и Второго украинских фронтов в направлении Вапнярка. Стягиваются большие силы танковых артиллерийских частей в район Казатин. Проводить связь одному очень трудно. Мне несколько раз мешали. Нужны батареи для рации и деньги. Прошу, ускорьте приезд Громова. После недолгого раздумья немцы все же решают отправить на помощь Гунну агента Громова. Тем более, что сотрудник Афабвера смущал факт наличия у Гунна множества знакомых офицеров, стенографисток и летчиков. Поэтому Громов получил задание проверить Гунна. И затем втайне от него доложить в центр. Дело в том, что в Абвере прекрасно поднимали. Девять из десяти завербованных агентов видят в своей работе на немецкую разведку единственный способ возвращения домой из плена. Многие догадывались, что на родине их ждут лагеря ГУЛАГа, а может быть и расстрел. Сталин объявил, у нас нет военнопленных, есть изменники родины. Тем не менее, многие считали, что лучше вернуться, чем испытывать доводящий до животного страха ужас немецких лагерей. На днях к вам прибудет напарник с посылкой. Точное время и место сообщим. Полковник. После получения этой радиограммы СМЕРШИВцы решают, что Гунн самостоятельно встретит напарника и отведет его на конспиративную квартиру. Одновременно, во избежание возможных неожиданностей, за Гунном было установлено дополнительное наружное наблюдение. 7 марта из центра пришла радиограмма, в которой говорилось, что Гунн должен встретить напарника возле входа на Ржевский вокзал с 19 до 21 часов ежедневно в течение 4 дней. Однако в указанное время напарник так и не появился. Этот факт насторожил чекистов. Не раскусили ли в Абвере Гунна? Однако, даже если это и так, то зачем немцы продолжали игру в эфире? На Лубянке принимают решение продолжать игру и посылают в Абвер Тезу про подмосковные десантные части. Наживка сработала. 20 марта из центра пришла шифрограмма. Товарищ выезжает. Встречайте на том же месте. С 19 до 21 часа. 31 марта 1944 года курьер Абвера встретился с Гунном на площади возле Ржевского вокзала. Никаких паролей у них не было, так как агенты были знакомы лично. Гунн и Громов поехали на съемную квартиру на Яузе. Встреча с Гунн и Громовым 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 Это все? Все. А где питание для раций? Я не смог найти чемодан, когда приземлился. В нем еще шить с Аккуского был. Да деньги хрен с ними. Все так, найдет, себе оставит. Батареи тоже. Не побежишь в его здесь сдавать мусора. Валяю еще. В результате дальнейшей радиоигры с марта по июнь 1944 года немцам было передано 15 шифрограмм. В результате германские спецслужбы на основе ложной информации пришли к неверному выводу, что летнее наступление начнется в направлении между Карпатами и Ковелем. Игра началась, мы помним, в конце 1943-го. Весной 1944-го решили прикрыть направление высадку союзников Нормандии. И для этого немцам легендировали о том, что агент германской разведки получил сведения свою знакомой, что группа военно-морских офицеров выехала в Лондон для консультации по вопросу высадки союзников в Северной Норвегии. Потому что Норвегия занимала такое важное стратегическое положение, к тому же очень близко все-таки была к основным театрам военных действий. И вот такая дезинформация немцам была отправлена по этой игре. Надо добавить, что Гитлер был крайне недоволен работой Абвера. Поэтому к июню 1944-го года тучи над руководителем Абвера адмиралом Канарисом сгустились беспросветно. Он был арестован и помещен в замок Лауенштейн под домашний арест. А в апреле 1945-го года адмирал был казнен. Известно, что еще с 1938-го года Канарис был тесно связан с заговорщиками, которые планировали свержение гитлеровского режима. Также известен и тот факт, что Канарис в 1942-1943-м годах встречался с представителями английских и американских спецслужб. Возникает логичный вопрос. На кого работал Канарис и его разведка? Однако однозначного ответа не существует. Канарис все-таки не совсем разделял нацистскую идеологию и подспудно понимал, что крах фашизма, он неизбежен. Естественно, он думал о своем будущем и убежден, что у него были контакты с западными спецслужбами. Тем временем радиоигра «Развод» продолжалась. С целью закрепления авторитета Гунна, демонстрации возможностей для его длительного оседания, чекистами было придумано открытие гунном столярной мастерской и покупка под Москвой дачи для более удобной и надежной работы. Для этих целей было решено затребовать у центра денег и радистку. Также противнику было передано несколько шифрограмм, касающихся парашютно-десантных бригад и перевозки военных грузов. В это время Борисовская разведшкола готовилась к эвакуации. Утром 23 июня 1944 года советские войска перешли в наступление в рамках операции «Багратион» по освобождению Белоруссии. Особым сюрпризом для немцев оказалось наступление со стороны Первого Прибалтийского фронта. Ваша инициатива одобрена, но прошу пояснить, откуда вы собираетесь брать радистку? Также просим Громова сообщить, когда он вместе с Ридицем и Боншторфом сидел в тюрьме. Таким образом, Абвер проверял своих агентов на самостоятельность. Не действуют ли они под диктовку советской разведки? Ответ пришел незамедлительно. Поясняю. Громов сидел в тюрьме с ноября 1942 по март 1943 года. Объясните, для чего необходимы эти данные. Присылайте скорее деньги батареи и радистку. Привет. Все нормально. Они еще не рассекречены. Отправляйте. Сообщите, где могут вас найти два курьера, которых мы намерены вам послать с деньгами и батареями. с деньгами и батареями с деньгами и батареями с деньгами и батареями. Также постарайтесь узнать о подробностях воздушного сообщения от Аляски в Союз. Привет, полковник. СМЕРШ старался показывать противнику активнейшую деятельность своих агентов. Однако передавать только дезинформацию было невозможно, так как это могло привести к провалу операции. Докладная записка совершенно секретна товарищу Сталину. Абвер поставил своим агентам задачу выяснить, на какой участок фронта будут перебрасываться войска, которые освободились из районов Прибалтики. Полагаю, что прямая дезинформация может привести к провалу радиоигр, проводящихся в данное время. Предлагаю максимально расплывчато и невнятно ответить на этот вопрос. Так как немцы понимают, что информация такого рода их агентам недоступна. Абакумов. Живой удачи. Сообщение из центра. Слава Богу, они нас еще не раскрыли. Давай, давай, читай. Новый курьер, прибуду 24 ноября. Встречайте на Ржевском вокзале. Один в чине капитана, другой в чине эфрейтера. Громов должен опознать Холостова. Будем готовить Громова. Однако к тому времени Громов находился уже в тюрьме и встретить курьеров не мог. Опознать немецких агентов предстояло куму. Получив сведения о прибытии курьеров, чекистами был разработан план задержания агентов в Смезняково. Был придуман условный сигнал на случай, если Гумну удастся узнать шпионов. Он должен снять шляпу и поправить прическу. 24 ноября немецкие шпионы были арестованы. В момент задержания они попытались скрыться, отстреливаясь из пистолета. Начальник контроля, капитан Бычков, предъявите ваши документы. Документы? Это можно. Задержанными были некто Холостов и Воронов, которые оказались опытными немецкими шпионами. При себе они имели 300 тысяч рублей, советские ордена и медали, золотые украшения, чистые бланки документов, питание для радиостанции. Как выяснилось, Холостов и Воронов во время пребывания в псковском лагере для военнопленных добровольно вступили в русскую освободительную армию. А затем были завербованы одним из преподавателей Борисовской разведшколы. Прибытие двух курьеров послужило лучшим подтверждением того, что в Центре полностью доверяли своим агентам, несмотря на их перевербовку с Мершем. Также у задержанных курьеров обнаружили письмо, предназначенное Гунну. За вашу работу вам признательность от высших органов, которая в служебном плане благоприятно на вас отразилась. Вы оба награждены Серебряным Крестом. Желаю здоровья и успехов в работе, знакомый капитан. Эта информация попала на стол вождю незамедлительно. В период с ноября 44-го по март 45-го года противнику был передан целый ряд дезинформационных материалов различного характера. Причем чекисты даже постарались успокоить противника, что зимой 45-го Красной Армии не планируется активных боевых действий. Однако на деле все выглядело совсем по-другому. Почему же немцы, обращенные в бегство, продолжали доверять своим агентам? Нужно психологически попробовать себя поставить на место руководителя военной разведки. Во-первых, почему они работали с ГУММ. Не было оснований предполагать, что он давал неверные сведения. То есть дезинформация составлялась так умело и так дозированно и так было хорошо перемешано с правдой, что обвинить своего агента в нечестности они просто не могли. То есть оснований сомневаться не было. однако фронт неумолимо приближался к Берлину. Связь с центром от сеанса к сеансу становилась все хуже. Последнюю радиограмму смершерцы передали 15 марта 45-го. Связь с вами стала очень плохой. Часто работаем в пустую. Не могу своевременно передать информацию. Радиоигры это особая тема. Это особая гордость вообще советских органов, советских спецслужб, советских органов госбезопасности. Потому что именно благодаря радиоиграм удалось значительный период времени большой объем дезинформационных материалов представлять и доводить до фашистского командования. Именно в этот период мы перераспределяли свои возможности для того, чтобы все-таки наносить более верные удары по фашистам. За период проведения радиоигры развод противнику было передано 69 радиограмм. Получено 23. Перевербованный агент германской разведки ГУН за честное выполнение заданий госбезопасности был награжден орденом Красной Звезды. После войны проживал в Москве. Агент Громов был осужден особым совещанием при НКВД на 15 лет. Холостов и Воронов приговорены к расстрелу. Приговор приведен в исполнении в исполнении. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Розыск и ликвидация агентуры Забрасываемой противником в нашу сторону Считались основными и важнейшими задачами органов СМЕРШ Розыскная работа подчеркивалась в этом документе Требует от органов СМЕРШ Исключительной оперативности, большой инициативы и изобретательности Добытые на фронтах сведения и материалы сообщались в Главное управление контрразведки СМЕРШ Которая в свою очередь давала указания о немедленном розыске агентов Переброшенных или подготовленных к выброске на советскую столбу На особые отделы НКВД была поставлена главная задача Это конечно борьба с агентурно-разведной и диверсионно-террористической деятельностью спецслужб фашистской Германии В принципе арест одного активного агента Абвера Он был равноцелен уничтожению одной роты немецких солдат Но если учесть, что уничтожены были и разоблачены не десятки, сотни, а тысячи агентов Абвера, Цепелина То можно представить, какой вклад Именно если в этом ключе смотреть на вклад военной контрразведки в победу Можно себе представить, какое даже количество было уничтожено или предотвращено ущерба Красной Армии Товарищ Рабакумов, ко мне Здравствуйте, товарищ Сталин Совершенно секретно. Докладная записка. Товарищу Сталину Согласно агентурным данным, противник понимает Что советское командование готовит яско-кишиневскую операцию Крупное наступление на направлении Днистра в районе Тирасполя Оперативными сотрудниками НКО СМЕРШ предпринимаются активные меры по розыску немецкой агентуры Противник часто переправлял своих агентов за линию фронта Но еще чаще забрасывал их в тыл на парашютах Выброска немецких диверсантов производилась, как правило, в ночное время или в утренние часы Когда парашютистов было труднее всего заметить Контрразведчики СМЕРШ регулярно проводили так называемые прочески в прифронтовой полосе С целью выявления подозрительных лиц И постоянно работали с местным населением Это приносило свои результаты Я был начальником отделения контрреветки 5-го дарной армии Войска армии находились на Днестре, северной Тирасполя Немец понимал, что мы готовим наступление Они это понимали И хотели знать, когда будет наступление Какими силами, где и какими методами Это очень важно И поэтому они активно стали заславать агентуру в расположение наших войск И вот, значит, один пастух Это в районе села Фрунзовка Примерно 50 километров от Днестра Вот, сообщил, что я вывел коров на пастбище Рано утром Слышу гул самолета Поднял голову, там туча, все И пять парашютистов спускается А ты уверен, что пастух говорит правду? Ну, может, он все это приснилось Вся эта высадка, все эти парашютисты А может, он нас и с толку сбить хочет Ты представляешь, сколько сейчас народу надо будет задействовать Да я с ним дважды разговаривал И что? Ну что, он мне клялся и божился, что говорит правду Стоит, мол, на своем Точно видел, самолет и пять парашютистов Ну, правда, он говорит или нет Тут не до рассуждений Зато наступление А у нас возможная высадка В ближайший тыл Вражеских агентов Будем искать Серега, заводи Поедем к твоему деду Меня подождите Я вызвал оперативную группу Несколько человек работников Группа солдат Выехал в район Фрунзовки Встретился с пастухом С ним переговорил Ну и родовая, дед, веди Где ты стоял со своим стадом? Он повел в поле Вот здесь я стоял Хорошо Где ты видел, падали Спускались парашюты Показал направление Примерно с километр А там место я стоял Так, собрались все Мужчины, войти Пастух стоял где-то здесь По его словам Парашютисты приземлились Примерно в этом районе Будем осматривать лес Искать свежие следы После приземления Они, скорее всего, закопали парашют Особое внимание Склоны оврагов Кустарник Получится до места Ну, если вдруг День зарыхленную землю Увидеть там Или бугорки какие-то В общем, все Осматриваем Делимся на три отряда Начинаем с этого квадрата И Движемся в сторону К периферии Все осматривать Очень внимательно Заканчиваем поиск В 19.00 Да, позже в лесу Всем запрещено оставаться Встречаемся здесь Возле автомобиля Так, погоны снять Документы оставить При встрече с кем-нибудь В лесу действовать По обстоятельствам Не расслабляться Не на секунду Ну и соберитесь Времени мало Все, приступайте Субтитры сделал DimaTorzok К концу дня Склоны в Рагнеборше Кусты Нашли пять парашютов Шелковые такие Самые Материал такой Хороший такой Ну, парашют настоящий Значит Высадка действительно Состоялась Срочная радиограмма Всем отделам Контрразведки СМЕРШ Корпусов И дивизий Пятой ударной армии Срочно Усилить бдительность Особое внимание Обращать на тех Кто прибыл В дивизию Последние три дня Дед не врал Десант был выброшен По подложным документам Немецкие агенты Стремились в части Красной Армии Оперативники Военной контрразведки Должны были найти Их и обезвредить Но кого искать? Ни имен Ни фамилии Ни примет Ничего Леонид Иванов Срочно создал Оперативно-поисковые Подгруппы Во главе Каждый Офицер СМЕРШ Эти подгруппы Были направлены В четырех направлениях От места высотки Десанта Северном Восточном Западном И Южном Главная задача Опрос местных жителей Своих они знают В лицо Чужих запоминают Необходимо было выяснить Видели ли они Подозрительных лиц Одетых в гражданскую одежду Или военную форму Это наш мир Оправдал себя Где-то на третий день Одна наша группа Встретила Человек Который косил Косу Траву косил Они подошли И стали говорить Слушай Ты тут не видел Никого? Ну как? Вот тут Дня два назад Тут ко мне Подходили два солдата Ну как? Я обратил внимание Уж на них Форма такая Какая-то Чистенькая Вот свежая Незамаранная Незапачканная Обычно солдат Ну они все-таки Ползают По земле В воде И грязь И все-таки Даже офицеры Это какая-то Подозрительная Кочистая форма Представляешь Мужик этот говорит Ребята У вас закурить не найдется? Он говорит А найдется Или дали ему закурить? Вы только не нашу махорочку Которую всех солдат Снабжают А сигареты Представляешь? Сигареты Картошечка Молодец Чего же он еще сказал? А Мужик сомновительным попался Спросил Ребята Вы откуда идете? Они говорят Да из этого Из Глиного Ну и рукой махнули Руковой-то махнули В одну сторону А Глиная В другой стороне находится Потом еще там Машина застряла В одной из них Сидела группа военных Эти переглянулись Ну и В обратную сторону Ломанулись Ничего не сказали Ну а приметы Может он заметил что-нибудь? Заметил У них у каждого По вещмешку было На одном из них был номер Двадцать три Какая-никакая Ну приметы Это была серьезная зацепка Все солдаты Красной Армии Имели одинаковые вещмешки Чтобы не перепутать свой с чужим Каждый писал Либо свою фамилию Либо ставил знак Или цифру Число 23 Было единственной Приметой Появившейся в деле По розыску Пяти немецких парашютистов Дали команду во все Дело контрразведки И искать И искать солдата Морда откормленная такая Свежая такая Так вот 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 Ведет себя свободно Откуда прибыл? Из Тамбова А что делать-то в Тамбове? В госпитале лежал В связи с чем? С ранением Куда Куда бы вы ранен В новой Ну-ка покажи Немецкая разведка Направляя агентов В наш тыл Как правило Снабжала легендами Наиболее Как бы Близкими К действительности То есть никаких Таких Сверхпридумок Не делали Обычно Даже фамилия Легендированная На которой Были сделаны Фальшовые документы Она обычно Начиналась С той же буквы Или была созвучна Или фамилия его Или настоящая фамилия Ну и как правило Даже места заброски Если это не касалось Дальнего тыла Они выбирались Так Чтобы он там Либо был когда-то Либо он Из тех мест Оруден В тыл Действующей армии Агент забрасывался Тоже С очень простой легендой При нем Обязательно Были документы Тех воинских частей Которые По данным Немецкой разведки Дислоцировались В районе Выброски шпиона Все было сделано Максимально просто Но несмотря на простоту Легенды Отрабатывались Тщательно Самая распространенная Легенда была Это побег Из плена Тоже как Может оказаться Бывший советский Военнопленный Вернуться в часть Побег из плена Значит Вторая Достаточно Распространенная Легенда Это то Что он в плену Не был Но был в окружении Вернулся из окружения Другая легенда Была Возвращение Из госпиталя Снабжали его Хорошо Сработанными Скажем так Документами Что находился В госпитале В одном из госпиталей Госпиталей было Достаточно много Германская разведка Полагала Что эффективнее Будут действовать Агенты Под видом Инвалидов Войны Они должны Вызывать Сочувствие И не должны Привлекать к себе Внимание Нередко Такие агенты Появлялись На железнодорожных Узлах Там Под видом Побирающихся Они просили Милостыню И вели Незаметное Наблюдение За проезжающими Составами Их задачей Был Спор Любой Информации Связанной Связанной С перевозками И грузами Безусловно Немецкая разведка Она Тщательно Отрабатывала Все аспекты Легенды Если допустим Агент Внедрялся Под легендой Возвращения Из госпиталя Если у него В медицинской книжке Было написано Что он После ранения В ногу В руку То у него В левой ноге Или в правой руке Должны быть Среди ранения Часто немцы Специально Шрамировали Своих агентов Степень увечья Зависела От легенды Если был необходим Герой войны Офицер Инвалид Ему могли Даже отрезать Ногу Немцы быстро Заживляли Подобные травмы Для имитации Обычного ранения Требовалось Провести в госпитале Всего до двух недель Так что Если необходимо Было оправдать Внезапное появление В тылу Красной армии Простого солдата Ему делали Шрам от ранения И создавали Соответствующую легенду Шрам небольшая Долго в госпиталь Месяц Видимо тяжело Заживал Хотя По шраму Не скажешь Слушай Я-то сам Тамбовский Представляешь Ну Не родился Конечно Там Но бывал Надеюсь Когда все Закончится Поеду туда жить Меня там Девушка ждет Красивая такая Она там знаешь На улице живет Вот От вокзала В центр Но Ленина Точно Ленина Или советская Так я что-то не припомню Советская или Ленина Как твою сестричку звали? Я смотрю Она хорошо с тобой ухаживала Иран небольшой И шов аккуратный Как врача звали? На каком этаже лежал? Палата с какой стороны была? Кто с тобой в палате был? Он сказал А у нас вообще было Сразу позвольте позвольте Самбов Такого здания нет Трехэтажного Ну что я звонил в Тамбов Нет там Такого госпиталя Сиди Красноармеец Давай свою Красноармейскую книжку Немцы изготовляли Как правило Стандартные печати Воинских частей Красной Армии В которых оставляли Свободное место Для номера этой части А наши же печати Они делались индивидуально То есть допустим 136-й стрелковый полк Он имел свою собственную печать И не было никакого стандарта В оформлении этих печатей В войска регулярно Направлялись ориентировки В которых давались рекомендации Не только по методике розыска И задержания вражеских агентов Было известно Что Абвер И разведывательное подразделение РСХА Отдел 6ЦЗ Предприятие Цепелин Экипировали агентов В форму бойцов И командиров Красной Армии С соответствующими Знаками различия Но как правило С фиктивными документами Фальшивыми орденами И медалями Важнейшей информацией В этих ориентировках Были как раз Признаки подделки Документов Орденов и медалей Немцы понимали Что эффективность Их массовой агентуры Невысока Поскольку легенда прикрытия Была рассчитана Лишь на поверхностную проверку Армейского патруля В такой ситуации Могла пригодиться Сверкающая на груди Медаль А еще лучше Орден Несмотря на то Что немцы Имели достаточное количество Военопленных В плен попадали Нередко с орденами Медалями И знаками различия Германская разведка Наладила производство Фальшивых медалей И орденов Почему так делалось Причем изготовлены Они были Как правило С ошибками Материал Из которого изготовлялись Эти ордена И медали Не соответствовал Подлинным Советским Интересная деталь Орден Красной Звезды Немцы не смогли Даже точно скопировать На фальшивке Солдат изображался Не в сапогах А в ботинках С обмотками Военная контрразведка Своевременно узнала Что противник Изготавливает Фальшивые награды И очень быстро Научилась их Распознавать А вот бланки документов Советских бойцов В отличие от наград В большом количестве Попадали в руки противника Но немецкая разведка Предпочитала Печатать их сама Они так хорошо Научились Подделывать Книжки красноармейцев Что их практически Было невозможно Отличить от настоящих Немецкая разведка Работала В общем Неплохо Документы готовили Они достаточно Хорошо Достаточно Качественно Но У нас тоже Что называется Не дремали И поэтому Периодически В командировочных Удостоверениях Которые Печатались Типографским Способом По просьбе контрразведки Ставился Какой-то условный Значок Пока немецкая разведка Распознает Вот эти особенности Знак менялся И вот по таким Признакам Можно было Отличить В 1943 году НКГБ СССР Под грифом Совершенно секретно Выпустило два сборника Материалов По распознаванию Поддельных документов Там в частности Говорилось Что педотичные немцы В фиктивные книжки Красноармейцев Вставляли скрепку Из нержавеющей стали Никелированная скрепка Всегда была чистой И блестящей И в отличие От железной скрепки В настоящей книжке Красноармейца Не оставляла По бокам На листах Следы ржавчины Вот я взял Книжку Смотрю Скрепки Никелированные Все ясно Парашютист Агент Но не создается Тогда мы Вызвали того Крестьяна Который косил траву Он как его увидел Упал на колени Солдат Простите Я прожутись Хотел прийти с повинной Я что-то с повинной Хотел прийти А мы тебя сколько допрашиваем Ты не сознаешься Это уловка твоя А ну-ка давай Кто с тобой был вместе Нас было пятеро Первый направлялся В запасной полкармей Сергей Свяжись и опергрупп Туда отправь Пусть выявляют Среди прибывших Два дня назад Второй Официант У него документы Форт капитана Краснодара Кого? Капитана Приметы Светлый Высокий Широкоплечий Бородавка на лице Зовут Перь Вообще-то не положено Знать имена и фамилии Так получилось Я не сказал Про двух других Не знаю Ни цели Ни задачи Никуда направлюсь А ты ее спроси Тут его поподробнее А я с отделом кадров Пятой армии свяжусь Надо проверить Что тут он нам рассказывает Вот что Соколик Вы здесь Покажи мне ваш музыку На картине Выяснилось Что из семи Прибывших За последние два дня Красноармейцев Один был как раз капитаном Приметы Описанные Задержанным Немецким агентом Сошлись Отдел кадров Направил Разыскиваемого Капитана В оперативный отдел Штаба 32-го Стрелкового корпуса Корпус находился В 30 километрах И три часа назад Капитан вышел Пешком В сторону Расположения корпуса Оперативники Контрразведки СМЕРШ Должны были Успеть его Перехватить Я на Верюсе Думаю работники Сразу Поехал туда Думал Вот значит Среди группы Работников корпуса И мы встали Ждем Сейчас Другой Третий Четвертый Твижа Смотрим Идет полу Ну какой лес Че ему здесь грязь Месить Он к нам Из отдела кадров С чистыми документами Едет Понимаешь По этой дороге И пойдет Хватит трепаться Пойдет Не пойдет Вон грузовик Едет Бойцы Приготовились Точно Смотри Едет Едет На-ка Покури пока Я сейчас Спасибо Удачи бойцы Здравия желаю Мужики Я правильно прибыл Здесь находится Штаб 32-го Стрелкового корпуса Правильно Документы покажи Конечно Дело такое Война Пожалуйста Петр Константинович Коренев Оружие с двой Весь мешок возьми Молодец Друзи его К машине Шамка Давай сюда Ну представьте Если бы его не схватили Он был бы офицером Оперативного отдела Оперативного отдела Это что? Планирует Наступление Срок наступления Какие войска Какие тактики И так далее И он именно Намеревался Когда Комитет Немца Важно было знать Поехал бы на передний край В порядке реконструкции А там В 8-м момент И пришел бы к немцам И передал бы эти данные Вот какой бы ущерб Он нанес Через несколько часов В запасном армейском полку Был задержан Третий немецкий агент Именно он Рассказал про двух Оставшихся парашютистов Из их группы Основные приметы Разыскиваем их Шпионы Одеты в форму Красноармейцев С собой у них Большие вещмешки Гораздо больше Чем у обычных солдат Контрразведчикам Стало ясно Эти двое Не просто шпионы Они диверсанты И в мешках у них Скорее всего Взрывчатка Мы знаем Что Абвер состоял Из трех Как бы больших подразделений Разведка Абвер-1 Контрразведка Абвер-3 И Абвер-2 Это диверсии И саботаж Соответственно Были разведшколы Которые специализировались На подготовках Не только разведчиков Но и разведчиков Диверсантов Знаешь, что я подумал Тут, Леня Если у них действительно Есть взрывчатка Какая цель? Да и как мы Определим объект? Вот смотри Здесь 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 и здесь Все это объекты Стратегического значения Нашего района Они очень хорошо храняются Фашисты вряд ли И рискнут сюда сунутся А вот здесь Железнодорожный мост В районе Балты Ну а что думаешь Они сюда сунутся? К нему подобраться Проще всего Я думаю Что они захотят Зарвать именно его Через линию армейской полосы Ну да Как вариант С другой стороны Мы не знаем Как они выглядят Сколько их человек Вообще Придут ли они туда? Ну а что У нас есть время Рассуждать и выбирать Одно узнаем точно Пока они Ничего взорвать не успели А значит Точно придут Ну да Придут Так создаем Три группы И организуем засаду А рано или поздно Они обязательно Не попадутся Выезжаем прямо сейчас Андрей Проинструктируй всех остальных Как действовать Уменьшим устроить Ну что Действуй Все Иди с вами Не понимаю я Что ж только предателей А Не ну попал в плен Ну согласился Сотрудничать с немцами Так приди и сдайся Ну а что Многие так и делают Видишь Не так сделать Не так Значит были на то Свои причины Какие такие причины Родину продавать Молодые то еще Молодые Разные бывают причины Понимаешь Разные Так внимание идет туда Похоже что-то они Ты осторожно Оглядывайся Может это просто Солдаты Да задается мне Что это не просто Солдаты А уже не больно Не нравится мне тут Смотри КПП Его же не должно здесь быть Давай назад Бойцы А что встали то Ко мне бегом Внимание Кур Разбегайся Лимин давай Кур Руки Лежать 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 Подарочку Лежать Глянь Тихо Тихо Ничего себе Новогодние игрушки Сейчас посмотрим Смотри Пушенка Нет что Ух ты Смотри За отвагу И красный Ну что Эти Кажись Последние Ну не последние А крайние В этом деле Машины Грузи Снимай Снимай Пошел Иди Пошел Ну мы Лежали Потом Мы же Следующий Герзгопед Работник Следственный Дел Потом Забрало Сразу Управление Контретки Фронта Там С ними Проводилась Работа Вот Фактически За 7-8 Дней Да 8 дней Мы Эту группу Всю Сняли В августе 44-го Года Началось Успешное Наступление На Кишинев Это была Яско-Кишиневская Операция Наши войска Быстро Продвигались Вперед Вскоре Кишинев Был освобожден Свидетельством Высокой Оценки Вклада СМЕРШа В победу Над фашистской Германией Как раз Свидетельством Этому Является Благодарность Которую Объявил Верховный Главнокомандующий Всему Личному Составу Органов Военной Контрразведки После Нашей Великой Победы Сталин Я думаю Что очень высоко Ценил Работу СМЕРШа Военной Контрразведки Его ежедневное Общение С Абакумовым И та Эсклюзивная Оперативная Информация Разведная Информация Которая Докладывалась Сталину Он На основе Этой информации Четко Видел Насколько Мощно Грамотно Оперативно Профессионально Работают Контрразведчики Для того Чтобы Приблизить Победу В самом конце Войны И в первые Месяцы После ее завершения Военным Контрразведчикам Удалось Обнаружить И задержать Многих Из своих Непосредственных Противников Руководителей Военной Немецкой Разведки Розыск И задержание Опергруппами СМЕРШ Сотрудников Карательных Органов И лиц Совершивших Военные Преступления Сбор Документальных Материалов Во многом Обеспечили Создание Обвинительной Базы Для дальнейших Судебных Процессов Над нацистскими Преступниками Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Здравствуйте, товарищ За несколько месяцев До капитуляции Германии Когда уже стало понятно Что война немцами проиграна По приказу Сталина Было собрано Особое совещание Высшего военного Командования СССР На этом совещании Был заслушан Доклад Начальника Главного управления Контрразведки СМЕРШ Абакумова В докладе Сообщалось Что возможно Вскоре Советским войскам Придется столкнуться С мощным противником Фашистским подпольем Именуем Умпервольф К сожалению В архивах Не сохранилась Стенограмма Этого совещания Однако Сегодня Мы попытаемся Реконструировать События того дня И предположить Как это могло быть Итак Вервольф Название Вервольф Взято По примеру Сказания Из эпохи 30-летней войны 17-го века Когда немецкие Крестьяне Удачно действовали В тылу врага Как оборотни Перевоплощаясь В отчаянных воинов И обратно Товарищи Самым большим Вашим заблуждением Является то Что Вы считаете Вервольф Созданным Совсем недавно Так как Приказ о создании Вервольфа Был подписан Гитлером В 1944 году Это в корне Не так Этот процесс Начался не в 1944 А в 1934 году Потому что В 1944 году Был запущен Как бы Триггерный механизм Открытия Этой программы А сама программа Была заложена 10 лет раньше Однако в дальнейшем Все немецкое командование Отрицало Существование Вервольфа Называя это Пропагандой Геббельса По результатам опроса Был составлен документ Который был направлен Наркому внутренних дел СССР Лаврентию Берия В документе В частности Говорилось Все допрошенные лица На вопрос Об организации Вервольф Заявили Что слышали обращение По радио О создании Этой организации Однако ничего не знают О результатах Этого обращения Закончилась война И Естественно Она не закончилась На тайном фронте Потому что Те же остатки Абвера Цепелина И активно действующего Вервольфа Это была одна из Головных болей Советского командования И в первую очередь Руководства СМЕРШа Потому что Именно Летом 45-го года Да и практически До конца В 45-46 году Еще проводилось Значительное количество Операций По поиску И нейтрализации Агентуры И боевиков Вервольфа У нас имеются Сведения О существовании Штаба Вервольфа А также У нас имеются Сведения О существовании Учебных подразделений Для резервистов Подразделений Для женщин Подростков И пенсионеров Сразу вдруг Из ниоткуда Появляется Целый конгломерат Просто так Такие вещи Не создаются Это документы Которые заранее Готовились И в нужный момент Просто изымаются Из архива И пускаются В реализацию Причем Нужно учесть Что мгновенно Появляется Огромное количество Территориальных органов На самом деле Все эти структурные Подразделения Создавались Организовывались И Настраивались В 1934 году Когда формировалось Территориальное Подразделение Рейх Органами СМЕРШ Были установлены Следующие Подразделения Вервольф Первое Занимается Разовыми Огневыми Контактами В их задачу Входит Выстрелить В советский Танк В машину С солдатами Отстрелять 2-4 магазина И погибнуть То есть Это Подразделение Одноразовых Мальчиков И дедушек Задача которых Было сделать Два выстрела Из фаустпатрона Поэтому Почти все Значит Бойцы Вервольфа Имели максимум Два заряда Из фаустпатрона Обычно На втором Их убивали И больше Двух гранат Им тоже не давали Потому что Давать по 4-5 Гранат Бестолку Обычно После броска Первой гранаты Человек погибал В результате действий Таких террористических Групп В период С 15 мая По 18 июля 1945 года Будет убито 9 человек Среди них Бургомистр Деревни Миксдорф И военный Комендант Берлина Генерал Берзарин Чтобы не поднимать Панику Была придумана Легенда Что генерал Погиб В автокатастрофе Также 18 июля 1945 года Бойцами Вервольфа Будет пущен Под откос Поезд С демонтированным Заводским Оборудованием В зависимости от Уровня подготовки Территориальной Принадлежности Специализации Данного Подразделения Или данной Группы людей Она Была нацелена На строго Конкретный Вид деятельности Кроме этого Вервольф Осуществляет Регулярное Радиовещание В радиообращениях Открыто Звучат Угрозы К населению И призывы К партизанским Действиям Говорит Радио Вервольф Каждый Гражданин Который Оказывает Содействие Врагу Будет Занесен В черный Список Мы Найдем Средства И возможности Чтобы покарать Предателей В результате Кропотливой Работы Военной Контрразведки СМЕРШ Была установлена Четкая Структура Вервольфа Зух Группен Группа Поиска Шперен Группен Группа Подрыва Мельдинген Группен Группа Информации Авклерен Группен Разведка Инсур Группен Организация Восстания И вот СМЕРШ Как раз Должен был Противодействовать Им Этим Профессиональным Группам Надо отдать Должное Что Практически Большинство Из них Было Достаточно Быстро Дезавуировано Ряд Подразделений Был Как бы Ликвидирован С колес За счет Той самой Агентуры Которая Создавалась Уже На фронте Наступающей Советской Агентуры А часть Была Ликвидирована За счет Четких Оперативных Действий Уже Предположим О разовых Группах Вервольфа Которые Открывали Огонь Они В основном Уничтожались Армейскими Подразделениями Советской Армии Либо Наступающими Войсками Либо Тыловыми Подразделениями Иногда К этому Привлекали Если Операции Были Очень Сложные Привлекали Конечно И офицеров И подразделения Относящиеся К системе СМЕРШ Но В основном СМЕРШ Вел Оперативно Интеллектуальную Борьбу Забегая вперед Скажем Что несмотря На скрытность Противника Сотрудниками Отделов СМЕРШ При поддержке Войсковых Соединений Велся Успешный Поиск И уничтожение Фашистского Подполья Благодаря Именно Разысной Работе И в том числе Агентурному Проникновению В том числе Команды Вервольфа СМЕРШ Заблагодаренно Получали Информацию И Значительное Количество Так называемых Вервольф Команд Были нейтрализованы И благодаря Активной Профессиональной Деятельности СМЕРШ Так В сентябре 1945 Опергруппой СМЕРШ Под командованием Капитана Балашова Был ликвидирован Крупный Немецкий Отряд Отец Тогда Служил В контрразведке Первого Белорусского Фронта Много Историй Рассказывал Одна Запомнилась Очень Запомнилась Потому что Ну как-то У нас Стереотипно Все Помнят Что война Закончилась 9 мая 1945 Года Что После этого Все вроде как Разъехались По домам И все Но на самом деле Это было не так Так вот Именно поэтому Мне эта история Запомнилась Весной 1945 года Отец Служил Недалеко От Кенигсберга Это Ныне Калининград Отделу Капитана Балашова Поставили Задачу Найти И уничтожить Террористов Действовавших В глубоком Тылу Красной Армии В тылу Наступающей Советской Армии Вдруг появился Диверсионный Отряд Который Создавал Реальную Угрозу И Реально Значит Создавал Ну не панические Настроения Но состояние Страха Когда вроде бы У тебя В тылу Должны оставаться Свои подразделения А Людей вырезали Убивали Взрывали И это Создавало Состояние Неуверенности И естественно Раздражение И негодование Со стороны Высшего Военного Руководства Советского Союза Отряд Фашистов Систематически Атаковал Колонны Грузовиков В том районе Зарывавшимся Нацистам Было все равно Что за колонна С продовольствием Лекарствами Почтой Под обстрел Попадали Даже санитарные Машины Нервозность Обстановки Была очень Высокая Идеологическая Подготовка В Рейхе Стояла На очень Высоком Овне Поэтому Многие Люди Даже находясь Уже в тылу На территории Контролируемой Советской Армии Уже на территории Германии Они все равно Продолжали Либо Мягкий Саботаж Либо Более Жесткие Формы Саботаж Они Ничего Не брали Только Обстреливали Грузовики В бой Тоже Не ввязывались Отстреляют И тут же Скроется В лес В общем Отец Сформировал Группу И Начали Они Работать Стали Ходить По местным Деревням Разговаривать С жителями Те Не очень Охотно Общались Советскими Офицерами Да В общем Что они Могли Знать Параллельно Работая С местным Населением Группа Балашова Прочесывала Лес Квадрат За квадратом В помощь Смершевцам Был выделен Взвод Пехотинцев Наконец Через пару Недель Поисков Оперативники Находят Схрон Находят Они В лесу Схрон Там Целый Арсенал Десятки Автоматов Кстати В том числе И наши Автоматы Тоже Крупнокалиберный Пулемет Гранаты Мины Продовольствие Сгущенка Тушенка Шоколад Спирт Ну В общем Все И в том числе Рация И батареи Для нее Оперативники Решили Что рано или поздно Немцы Или кто-то Еще Сюда Придут Было Принято Решение Устроить Засаду Было Решено Ничего Не Вывозить Со Склада В целях Конспирации Чтобы Никто Ничего Не Увидел Организовали Они Там Засаду И Стали Ждать А заодно Прочесывать Лес В ближайших Районах И вот Однажды Отец И еще Два солдата Ждут Ждут И вдруг Слышат Что кто-то Идет Смотрят Немцы А их всего Трое Тогда было Потому что В принципе Там был Большой Достаточно Отряд Смерцев Но они В этот день Как раз Прочесывали Ближний Сектор Какой-то И вот Отец Видит Идут Немцы И Причем Не один Не два А много А как потом Оказалось Их было Одиннадцать Человек Завязался бой Балашов Предположил Что немцы Не будут Вступать В перестрелку И уйдут Обратно в лес Однако Отряд Вервольф Наоборот Попытался Выбить Из бункера Советских Разведчиков Огонь Противника Становился Плотнительным Отец Думал Что они Отойдут В лес А они Не уходят Вот И Отцу Было совершенно Понятно Что их нельзя Подпускать Близко к бункеру Потому что Они могли Бросить туда Гранату А если бы Они бросили Туда Гранату Ну Вы сами Понимаете Я бы тут Вот сейчас Перед вами Не сидел А Вооружения Мало Тут один солдат Вспомнил О немецком арсенале Бросился в дальнюю комнату Принес крупнокалиберные пулеметы Открыл огонь Немцы Опешили Но все равно Не уходят Вот А Отец Тогда и подумал Что думает Ну все Все уже Конец Но в этот момент В этот момент Подошла Группа Которая Прочесывала лес И Вступила в бой Группа лейтенанта Сумарокова Отряд фашистов Оказался Зажат С двух сторон В итоге Немцы сдались Из 11 человек Осталось 4 Однако И в разведгруппе СМЕРШ Тоже были потери Двое убитых И двое раненых Отец Отец Рассказывал Что на допросе Они признали Что они Из Вервольфа Вервольфовцы А на вопрос Почему они Не убежали Когда поняли Что Здесь их Ждет засада Они ответили Что Им Совершенно Необходимы Были Рации И мины Нашей военной Развитки Ваши имя Фамилия Звание Фамилия Фамилия Диенскрат Гербер Капитан СС Из кого Выбавались Агенты Диверсанты Вашей школы Какое количество Курсантов Было у вас Nach welchem Принцип Воден Агенты Саботееры Ангибол И Какие Курсанты Габы Ваши школы Агенты Диверсанты Вербовались По принципу Национальности То есть Исходя Из той местности Куда они Должны Быть Заброшены К Ноябрю 1944 Года В наших Школах Готовилось До 25 Тысяч Агентов Диверсантов Разных Национальностей В том числе Русских И жителей Прибалтийских Республик Тем не менее Многие Русские Агенты Диверсанты Немецкой Разведки Самостоятельно Сдались Нашей Понторазведке Почему Было Такое Огромное Количество Агентов Немецкой Разведки Из числа Наших Бывших Военнопленных Потому что Условия Пребывания В лагерях Для Военнопленных Были Настолько Сложными Смертность В лагерях Была Выше 50% И большинство Наших Военнопленных Которые Дали Согласие Работать На Германскую Разведку Они Это Сделали С одной Целью Для того Чтобы Выжить Таким Путем Выбраться На территорию Советского Союза И сдаться При первой Возможность Контроль В своих действиях Аштырское Подполье Во многом Использовало Опыт Советских И югославских Партизан Успешно Действовавших В тылу Нацистов Главным Специалистом По вопросам Партизанской Войны Был Ганс Адольф Прюцман Именно Ему Было Поручено Общее Руководство Подразделения Мипербольф Естественно Прюцман Был взят Абсолютно Неспроста Это человек Который Имел Два Генеральских Звания В двух Совершенно Различных Структурах Он был Генерал-лейтенантом СД Генерал-лейтенантом СС И генерал-лейтенантом Полиция То есть Он имел Звание В трех Организациях В двух Структурах Одна Структура Полицейская Это Министерство Утренних Дел И две Структуры Партийные То есть СС И СД Причем СС Это как бы Штурмовые Отряды Вот То есть Отряды Охранные Да Как бы Которые Создавались Формально Для охраны Фюрера И СД Зихерхазинс То есть Значит Служба Безопасности Историческая Справка С июня По ноябрь 1941 Года Высший СС Полицай Фюрер В оккупированной Латвии Ответственен За отправку Десятков Тысяч Евреев В кетто В крупных Городах Латвии И холокост На территории Оккупированной Республики Имея опыт В борьбе С партизанским Движением На Украине Планировал Обучать Членов Организации Вервольф Тактики Советских Партизан В течение 42-43 Часть 44-го Года Существляла Антипартизанскую Деятельность На территории Оккупированной Украины Поэтому Опыт Оперативный И Антипартизанской Деятельности У него был Очень большой Поэтому Естественно Этот человек Прекрасно Знает Тактику Советских Партизан И тактику Сопротивления И предположим Подпольной Борьбы Оккупированных Прибалтийских Регионах Он прекрасно Мог Осуществить Данную работу Однако Незадолго До окончания Войны Прюцман Попал в плен К союзникам И 21 мая 1945 года Покончил Жизнь Самоубийством В тюрьме В Люнебурге Также начальник Разведывательной Диверсионной Школы Капитан Герберт Гиль На допросе Рассказал Следующее До какого момента Действовала Разведшкола В частности Ваша До какого момента Рассказал 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 Мы Мы Конечно Значит Нам Укажало Что мы Будем В Тилу Говорите по-немецки Что должны были делать Курсанты Вашей школы После капитуляции Германии Агенты Были разбиты на группы И передислоцированы Главным образом Южнее Дуная Они получили задание Зарыть оружие И боеприпасы И переодевшись В гражданское платье Выжидать развитие Международных событий В случае вооруженного конфликта Между союзниками И Советским Союзом Им приказано было Приступить к активной Подрывной деятельности В тылу Советских войск Адмирал Денис Который как бы Приказал Подразделение Вервольф Прекратить свою деятельность Да Приказ был выполнен Далеко не всеми Хотя он последовал В первых числах Мая 45-го года А формально Подразделения Вервольф Были как бы Ликвидированы Только Считается В 46-м году На самом деле Основная масса Тех, кто не погиб Она передислоцировалась Совершенно в другие страны Часть отсиделась В Швейцарии Часть через Испанию Через другие страны Через Италию Через ту же Швейцарию Через освобожденную Францию Через освобожденную Голландию Через скандинавские страны Вот Ушли за рубеж И продолжили там Свою работу Предусматривалось следующее Если война между союзниками По антигитлеровской коалиции Не начнется до августа 1945 года Все агенты Оставленные в тылу Советских войск Должны были группами Или в одиночку Пробираться В американскую зону Оккупации Австрии В Лиц Где связываться с агентурой СС Ягдфербанд Предполагалось Предложить услуги Агентов-диверсантов Американской и английской разведок Для борьбы с СССР О том, могли ли они работать На американцев На англичан Я думаю В 1945 году Сразу после окончания войны Видимо, нет Все-таки Союзнические отношения В период войны У нас были Достаточно хорошие Это в последующем Примерно через год Чуть больше После окончания Великой Отечественной войны Началась Так называемая Холодная война Уже после 1946 года Когда произошло Вновь разделение На два полярных лагеря А во время Великой Отечественной войны У нас были Союзнические отношения Не только По линии наших армий Но и по линии спецслужб Наша разведка И контрразведка Она контактировала И с американской И с английской Разведкой Был обмен информацией И мы действовали Сообща Союзники помогали Советским спецслужбам Не только в поимке Агентов Вервольф Между разведками Антигитлеровской коалиции Шел регулярный обмен Разведывательной информацией Различного характера Эта информация Касалась Дислокации Немецких войск Планов немецкого командования А также информация А также информация По поимке агентов Вервольф Мы боролись с одним врагом Поэтому С одной стороны Был Гитлер И его союзники С другой стороны Была антигитлеровская коалиция И здесь Понимание На мой взгляд Было полное До тех пор Пока Мы не победили Гитлера До тех пор Пока Не завершилась Вторая война Уже на Дальнем Востоке И все же Несмотря на достаточно Активную деятельность Вервольф Оказать какое-то влияние На неминуемый Проигрыш Германии Эта организация Уже не могла На мой взгляд Это были Уже Последние Шаги Последние попытки Гитлера Его окружения Удержаться У власти Не допустить Любой ценой Красную армию К Берлину И Они все еще Надеялись Избежать поражения В самом деле Им Не удалось Создать Серьезного Диверсионного органа По Разным причинам Во-первых Это уже был Конец войны И Я думаю Не было столько Много желающих Людей В том числе И в фашистской Германии Пойти И сложить Свою голову За Гитлера К весне 1945 В умах Многих немецких Офицеров Складывалось Понимание Что дни Адольфа Гитлера И фашистской Германии Сочтены Было понятно Что создать Мощный Хорошо отлаженный Механизм Уже не получится Работа По организации Вервольф Серьезно Буксовала Примерно в начале апреля Ко мне Ко мне в школу Пришел Майор Аух Он был Очень Волнован Я бы даже Сказал В отчаянии Тогда он Сказал Что Крах Моя армия Быстро Продвигается На запад И что я Со своими Диверсантами Окажусь В ее тылу Тогда он Обещал Довести Личный Состав Школы До 800 Человек И на все Количество Диверсантов Прислать Вооружение И продукты Однако Ни того Ни другого Он не прислал Второй причиной Почему Не смогли Создать Это Успешная Деятельность Нашей Разведки Контрразведки Своевременно Полученная Информация Она помогла Эффективно Бороться С этой Новой Зарождающей Спецслужбой На завершающем Этапе войны Когда началась Берлинская Наступательная Операция Перед органами Контрразведки Была поставлена Четкая задача Захватить Все военно-политическое Руководство Германии А также Руководителей Специальных служб И полиции Это Предстояло выполнить Во что бы то ни стало Чтобы обезглавить Возможное сопротивление Со стороны немцев Германия Всегда умела воевать Даже В самых критических Ситуациях И этот навык Вот тот самый Немецкий орденг Да Он Сказывался Потому что Обученные люди Прошедшие хорошую Довоенную Военную подготовку Прекрасную Методически Отлаженную Военную школу Они оказывали Очень профессиональное Сопротивление А что уж говорить О Ветеранах Которые привлекались Для Нелегально Диверсионной работы И опять же Я хочу подчеркнуть Что командовали Неополченцы Руководили Направляли Обучали Люди В званиях Генерал-лейтенанта Генерал-майора СС СД Я считаю Что после нашей победы Борьба с диверсионным Подпольем Нацистов Станет одной Из первостепеннейших Задач СМЕРШ Также Спешу доложить Что уже сейчас Мы разоблачили И ликвидировали Несколько диверсионных групп Начальнику ГУКР СМЕРШ НКО СССР Генерал-полковнику Виктору Абаку С 23 января 1945 года По 10 июня 1945 года Органами СМЕРШ Фронта На территории Германии Разоблачено 17 диверсионно-террористических Групп Вервольф Общее количество Арестованных 116 человек За это же время Обнаружено 35 складов Со взрывчатыми Веществами Вооружением И продовольствием Параллельно С поиском И уничтожением Немецких диверсантов Органами Контрразведки Выполнялась Еще одна Очень важная Работа При наступлении Значит Ну Ставим задачи Документы Захватывать Любые А потом Что называется Будем разбираться Допустим При Наступлении Наших частей Красной Армии Было захвачено Достаточно Большое количество Трофейных документов Лагерей для Военнопленных Где-то Около 7 миллионов Трофейных Карточек До сих пор Мы с этими Карточками Работаем До сих пор 65 лет прошло После Великой Отечественной Войны После победы В Великой Отечественной Войне До сих пор Еще Мы по этим Карточкам Находим И устанавливаем Судьбы Наших бывших Военнопленных Эту работу Мы ведем Ну не только Мы ведем Эта работа Ведется совместно И с германскими Исследователями Участвуют И архивисты Других Ведомств Архив Министерства Обороны Архив Министерства Внутренних Дел Наш центральный Архив И вот за 10 лет Работаем С 2000 года Примерно Работаем По трофейным Карточкам Мы установили Судьбу 750 тысяч Наших Военнопленных Ранее Которые Считались Просто погибшими В немецком Плену Сейчас мы знаем Точное место Их захоронения На территории Германии Согласно Архивным Документам Борьба С нацистским Вервольф Продолжалась И после Победы Органами СМЕРШ Группы Советских Окупационных Войск В Германии 20 февраля 1946 Года Было Ликвидировано 16 Немецких Диверсионных Террористических Групп В их задачу Входило Проведение Подрывной Работы Против Красной Армии Всего Арестовано 84 Человека Руководители И активные Участники Этих Групп Забегая Вперед Доложу Действительно Немецкое Командование И правительство Будут Отрицать Факт Существования Вервольфа Однако Базируясь На полученных Данных Смею вас Уверить Что Реальная Угроза Существует Благодаря Мужеству И отваге Военных Контрразведчиков Планы Нацистов По организации Партизанской Войны Потерпели Крах В который Раз СМЕРШ Стал Надежным Щитом На пути Вражеских Диверсантов Сохранив Десятки Тысяч Жизней Советских Воинов-Победителей Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова